МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Доступная медпомощь. Как реализуется национальный проект в сфере здравоохранения в Республике? Каникулы как возможность заработать. Временное трудоустройство для школьников летом. По новым правилам на повороте в юго-западный район столицы Чувашии установили светофор. От производителя до аптеки. Система мониторинга движения лекарств призвана защитить жителей Чувашии от подделок. Промежуточные итоги внедрения системы подвели на правительственной комиссии. Маркировка лекарств и регистрация их в единой электронной системе. Сейчас мера добровольная. В Чувашии начали тестировать систему. В Республике организованы два центра компетенций. На сегодняшний день двух Чувашской республик и формация Минздрава Чуваши совместная Республиканская клиническая онкологическая диспансер. Успешно проведено в исследовании прохождение полного цикла передачи лекарственных средств по системе маркировка в части высокой затратных нозологий. Согласно закону, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года. Процесс регистрации в электронной системе контролирует Росздравнадзор. Процесс регистрации в системе идет медленно. На сегодняшний день на территории Чувашской республики в системе зарегистрировано 172 субъекта, что составляет 24% от необходимого для подключения. Росздрава совместно с организацией, которые причастны к этому процессу, активизируются. Мы технически с вашей школой решили все вопросы. Программа работает, возможности есть, нормативная база сформирована. Но сами организации пока не подключены. И в большей степени это принимают частные деньги. По государственным отработкам. Специалисты Росздравнадзора также напомнили, что с 1 января 2020 года за продажу лекарственных средств без маркировки и регистрации в системе будут накладываться административные штрафы. И в продолжении темы здравоохранения. Первичная медицинская помощь должна стать доступнее. Это стало главным аргументом в решении правительства республики строить в отдаленных деревнях и селах фельдшерско-акушерские пункты. Их число ежегодно увеличивается. Сейчас в республике действует 550 ФАПов. Своевременно оказанная помощь позволила снизить смертность среди сельских жителей на 3,5%. А заболеваемость на 13%. Этой маленькой пациентке столько же лет, сколько и самому пункту в деревне Сучьево. Три года. А что у тебя болит? Кашлеет? Немного кашлеет, да, Витя? Игрушку надо, наверное, посмотреть. Маше повезло. Дедушка привел ее на прием вовремя, когда простуда только началась. Тебе дедушка сделает растворчик? Ты будешь полоскать? Бабуле делать надо, да? Ну пока бабуле наравно, наверное. Делаем. Лекарства надо принимать. Будешь принимать? Лекарства принимать. Молодец. Прием пациентов ведет Светлана Бушкова. Она родом из этих мест, работает в системе здравоохранения почти 30 лет. К нам чаще всего обращаются с проблемами основными давлениями, болезнями суставов. Во время сезона острыми респираторными заболеваниями приходят. Я сама здесь родилась, здесь я выросла. Я тут население практически всех знаю. Работа мне нравится своя. Теперь нет необходимости часто посещать районную больницу. ФАП очень нравится, своевременно, народ очень доволен. Работники это увлеждения очень приветливые. Светлана Александровна свою работу очень знает, профессионал. К Светлане Бушковой за помощью обращаются жители четырех деревень, а это более тысячи жителей, из которых сто двадцать дети. В основном прием ведется на месте, но врача можно вызвать и на дом. Вот у меня проблема, иногда скакивает у меня давление. Вот приду, мне какой скажет, я такой, или отправляет марпосад к врачу, и туда съездим, приедем, там напишут направление. И на укол уходим, и на перевязку можно уходить. Вот когда что-нибудь рано случится, мы придем, она не отказывается. Всего в Мариинско-Посадском районе работают семь модульных ФАПов. Строится еще два. Открытие этих модульных ФАПов жители деревень ждут с нетерпением. Медицинская помощь и для них станет доступнее. Ольга Алексеева, Борис Андреев, Республика. Пенсия онлайн, такой сервис или словами специалистов Суперсервис могут запустить в России в следующем году. Соответствующая информация появилась на официальном сайте автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика». Суперсервис Пенсия онлайн будет помогать гражданину от начала трудовой деятельности и формирования пенсионных накоплений до оформления пенсии и способа ее получения. Опрос на улицах города показал, что подобное сопровождение лишним не будет. Мы задали чебоксарцам вопрос, знают ли они, где формируется накопительная часть их пенсии. Не знаю. Ой, нет, я этого не знаю. Если честно, я бы вообще в пенсионном накоплении бы ничего не скидывал. В пенсионном фонде копятся. Я отказалась от накопительной части. У меня в государственном фонде. В пенсионном фонде. Спокойно живу. Никого не трогаю. Я сама по себе течет как-то и все. Запуск суперсервисов, таких как Пенсия онлайн, предусмотрен нацпроектом «Цифровая экономика». Всего определены 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых создадут такие комплексные сервисы по оказанию госуслуг гражданам и бизнесу. Ольга Пырочкина, Валерий Рязюков, Республика. С начала этого года 952 семьи воспользовались региональным материнским капиталом. Такую информацию привели в Республиканском министерстве труда и социальной защиты населения. Региональный материнский капитал полагается семьям, в которых родился третий и последующий ребенок. Он составляет 100 тысяч рублей. В этом году в Чувашии маткапитал уже выплатили на сумму более 64 миллионов рублей. Всего региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» включает в себя 38 видов различных выплат, пособий и компенсаций. Распорядиться семейным капиталом можно не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения или усыновления ребенка. Средства могут быть направлены на улучшение жилищных условий получения образования ребенком и приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации детей-инвалидов. Документы принимают в отделах социальной защиты населения Минтруда Чувашии по месту регистрации. Дорожное движение на одном из столичных поворотов в сторону юго-западного района теперь регулирует еще один светофор. Его установили, чтобы разгрузить магистраль, соединяющую два моста в утренние и вечерние часы пик. Новый светофор установили на пересечении улиц Энтузиастов, Октябрьского моста и улицы Гражданской. Теперь, выезжая с улицы Энтузиастов на мост, автомобилистам не приходится объезжать Гражданское кольцо. По сигналу светофора они сразу поворачивают налево. Сегодня мы анализировали движение, уже люди начали пользоваться активно этим поворотом. Порядка 300-400 автомобилей в час уже не минуя кольцо выезжают на прямую северо-западный район. Обустроить новый выезд решили из-за нагруженности кольца, которая усугубилась ремонтом Сугутского моста, пояснили специалисты управления ЖКХ. К тому же юго-западный район растет и поток машин соответственно тоже. Я думаю, с утра здесь проще выезжать будет. Проще выезжать? Ну, здесь потому что кольцо маленькое, оно не справлялось явно. А сейчас кому надо северо-западный, будут выезжать отсюда. Очень удобно, молодцы. Молодцы, да, давно надо было это сделать. С юго-западного, пожалуйста. Берешь свой ряд и уходишь без проблем. Вместе со светофором обновили дорожные знаки и разметку. Что касается пешеходов, если раньше переход для них был вызывной, теперь зеленый сигнал будет загораться автоматически. Режим работы нового светофора еще будут корректировать в зависимости от загруженности и интенсивности движения на перекрестке. Правда, некоторые автомобилисты пока еще не обращают внимания на новые знаки и, поворачивая на энтузиастов, выезжают на встречную полосу. Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее. Ах, лето красное, любил бы я тебя, когда б не комары да мухи да змеи. Только за последние несколько дней спасатели уже несколько раз принимали звонки от жителей Чебоксар об обнаружении этих присмыкающихся. Так позвонили сотрудники кондитерского магазина по улице Калинина. Продавшицы позвонили к нашей диспетчерской службе и наша поисково-спасательная служба выехала на место, используя специальные рукавицы. Поймали змею, поймали ее между ящиками, между павильонами. Более опасную особь обнаружили в частном секторе. 12 июля в одном из частных домов жительница позвонила, что у него дома на участке появилась змея черная такая. И она позвонила, наши спасатели выехали, поймали. Змея оказалась кадюга, она очень ядовитая. И также поймали, вывезли за пределы города. Если и вы увидели змею, специалисты советуют не приближаться к ней и не пытаться спугнуть. Если змея все же укусила, стоит немедленно вызвать скорую. Если это произошло не в городе, наложить не тугую влажную повязку и как можно быстрее обратиться за помощью. Заработать летом свои первые деньги. Такой выбор сделали 1300 чебоксарских подростков. Ежегодно возможность поработать в каникулы предоставляет столичный центр занятости. Ученица 57-го чебоксарской школы Карина Петрова и ее подруги по трудовой бригаде сегодня работают в Мемориальном парке Победа. Их задание на смену привести в порядок несколько клумб. Мы полим сорняки, убираемся, пересаживаем цветы многолетние и однолетние. Это большой опыт для меня. Первая моя работа. Чтобы дать подросткам возможность поработать летом, центр занятости заключил 116 договоров с крупнейшими предприятиями города. Основные работы – это благоустройство и озеленение территории. Это работа по организации досуга младших школьников, курьерская деятельность, ну и другие виды работ. Рабочий день у несовершеннолетних укороченный от 4 до 7 часов в зависимости от возраста. Заявления на трудоустройство принимают в Чебоксарском центре занятости. Если ребенок младше 15 лет, требуется согласие родителей или опекунов. Продолжаются раскопки на Таебинском городище в Яльчикском районе. После затишья в несколько десятков лет уже второй год подряд археологи Чуваши и Татарстана работают на территории первого булгарского поселения. Что они уже нашли, смотрите в нашем сюжете. Площадь в 26 гектаров. Века назад здесь жили люди. Как протекали их будни, какие орудия труда и посуду они использовали. Благодаря находкам археологов можно ответить на эти и другие вопросы. В основе научных исследований, как правило, легенды и мифы. Например, наши предки верили, что если прогнать скот через валы городища, можно вылечить животных от болезней. Еще одна легенда. На этом месте спрятано золото. Оно светится по ночам и не дается в руки человеку. Только в прошлом году здесь нашли более 20 тысяч артефактов. Итоги нынешней экспедиции еще только предстоит подвести. Наиболее интересная находка – это как раз череп собаки. Считается, что их иногда закапывали в ритуальных целях во время сооружения каких-то объектов. Для нас это большая ценность найти такую находку. Считалось, что появление городища Хула датируется 13 веком. Но здесь нашли плоские крышки от горшков с песикообразными ручками и керамику, которая принадлежит к концу 10 века. Археологи предполагают, что до городища здесь было небольшое поселение. Специалистам еще только предстоит выяснить, откуда здесь янтарь, восточная керамика и другие несвойственные этой территории находки. Видите, небольшой городок, но материал или культурный слой насыщен материалами, находками. Это очень важно для установления занятий населения, чем занимаются горожане. Тут обнаружены следы металлургического производства, кузнечиного дела, шлаков очень много. Археологи Чувашии и Татарстана объединили свои усилия в поисках. Археологическая школа Татарстана – это качественно несколько иной уровень. Археология – это одна из лучших школ общепризнанных в Российской Федерации, не только в Российской Федерации. Поэтому я не скрываю, что нам еще учиться, учиться и учиться. Мы прекрасно понимаем, сегодня пришли к единому пониманию, что у нас одна общая история. И Великая Волжская Булгария нас, безусловно, объединяет. Таебинское городище в будущем может стать основой для создания музейно-археологического туристического комплекса. Но до этого ученым предстоит еще очень большая работа. Она продолжится и в следующем году. Тем более, что пока из всей площади обследован только один процент. Юлия Важенина, Надежда Яковлева, Павел Иритков, Республика. Искусство не любит рамок. В какой бы манере ни творили художники, они всегда ищут что-то новое, оригинальное, то, что может поразить взгляд. Необычная выставка открылась в художественном музее. Выставочная экспозиция, которая только открылась в художественном музее, выделяется на фоне привычного живописного пространства. Керамическая флористика – так называется направление, в котором уже долгие годы работает Елена Софиева. Букет в вазе, цветы на полотне в рамке – все это отдельное произведение искусства. Идея составлять яркие композиции из холодного фарфора родилась из большой любви к живым цветам. Интересна сама технология. Все цвета и листья лепятся по отдельности из полимерной глины. Следующий шаг – обжиг каждого элемента в духовке. Как говорит сама Елена, жизнь растений коротка и мимолетна. Будучи срезанными, они теряют свою красоту и свежесть. Запечатлеть прекрасное, вдохнуть в цветы вечную жизнь – именно это послужило в началом создания великолепной коллекции. Любая женщина любит цветы. И всегда все художники всего мира воспевали цветы. Это всегда прекрасно. Как говорится, красота спасет мир. Часть букетных работ созданы по мотивам картин известных художников Арчимбольда, Босхарта, Левитана и многих других. Букеты поражают своей натуралистичностью. Каждый лепесток выполнен настолько тщательно, что, кажется, сама природа вошла в стены музея. Эту удивительную технику Елена осваивала самостоятельно, обучаясь во многих странах и городах. Так хобби превратилось в профессию. Кристина Чекменева, Павел Иритков, Республика. Это все новости среды 17 июля. Я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok